здравствуйте очень часто последнее время мне задают вопросы почему мое растение моя орхидея испортилась я ее поливаю погружением не заливаю ли в листья вода не попадает растение загнило и я вот поставила увидела в каком-то видео поставил поставила воду и вот выдал там один корешочек вот полгода у меня уже с корешочком смотрите один листочек ну во-первых гнилое растение ставить воду это нонсенс то есть вы просто провоцируете дальнейшую гниль бывают конечно случаи когда фаленопсис они вообще очень выносливые выживаете в таких условиях но лучше сделать это попроще как это делать я рассказывала кстати покажу тот фаленопсис которому мы наращивали корни я сейчас вам его покажу он был абсолютно без корней если найду видео и вспомню я вставлю как он выглядел и как мы наращивали ему корни одну минуточку я покажу его и так что же такое полив погружением это спасение наших орхидей или может быть большой враг так вот все зависит от того какой у нас грунт и какое растение и какой грунт что я хочу этим сказать если у нас недавно приобретенное растение купленное вот или подаренная недавно разумеется в нем грунт уже не очень свежий плюс внутри находится или мог сфагнум или куски мочалки или поролона или кокосовые такие горшочки которые впитывают очень большое количество влаги я вам сейчас покажу это на примере это влага удерживается на протяжении очень длительного количества времени и наше растение очень легко и просто загнивает у меня стоит в воде буквально пять минут я замачиваю фаленопсис который мне подарили недавно от я сейчас здесь что-нибудь уронил здесь у меня свежепересаженная пульчерима в новый грунт и здесь у меня фаленопсис который был без корней мы с вами наращивали ему корни я уже сказала что я сделаю линк на старые видео как мы знаем у новых растений которые не были пересажены обычно и грунт не слишком свежего впитывает очень большое количество влаги и плюс внутри находится или поролон или торфяной стаканчик или мох который тоже удерживает огромное количество влаги свежий грунт свежая кора не удерживает воду практически остается чуть чуть небольшое количество влаги итак перед нами свежепересаженная пульчерима свежий грунт ну вот пульчерима здесь еще и мох тоже свежий и серамист но вы видите влага присутствует она сейчас вот еще стекает но все в таких вот приличных количествах продолжим вот такое растение мы можем спокойно поливать погружением а лучше всего наливайте в поддон водички и растение выпьет самого сколько ему воды понадобится я часто поливая сверху но тут есть опасность залить растение и попасть в точку роста так что лучший вариант это в поддон ну и вот фаленопсис который был у нас без корней сейчас я его выну видите вот тот самый лист я сейчас вам покажу в этом грунте это растение уже второй год поэтому грунт уже свежим совсем считать нельзя он замокает намного быстрее поэтому я его поливают только проливом вот сейчас для видео я его замочила и показываю что через год грунт удерживает уже большое количество влаги фаленопсис это тот же самый вот вы видите на листьях следы того что он был обезвожен и вот у него там то ли цветонос шел то ли новое растение сейчас вот видите в старых видео это тоже видно но здесь это специально оставленные старые корни вот такой вот как мы наращивали ему корневую есть видео как я уже сказала но и сейчас последний фаленопсис только только из магазина давайте вы не мы его он стал тяжелым посмотрите какой грунт и мы сейчас вынем его и посмотрим что же творится внутри здесь видите корни еще не за не переплелись но вышли наружу но если даже сломаем один корешок ничего страшного нажимаем вот такими движениями горшочек чтобы попал воздух между кусочками коры можно было легко вытащить без травмы не получилось они просто вросли эти корешочки в дырочке но и ничего страшного нарастут новые корни ну и как мы сказали здесь видеть что торфяной стаканчик мы сейчас попробуем его вынуть ну и вот посмотрите какой грунт видите сколько влаги вот такое растение поливаем только проливом и небольшое количество воды да нам кажется что грунт сухой но на самом деле внутри вот такое происходит поэтому хороший метод погружением поливать растения но не годится для всех растений и так плавненько переходим к пересадке фаленопсисов кстати у нас в греции как было так и есть проблема была вернее так и есть проблема с хорошим грунтом здесь не получится у меня вытащить аккуратно корни придется разрезать пластиковый горшочек хотя их тоже использую но придется разрезать поэтому если у кого-то нет возможности купить новый грунт вот такой вот грунт можно положить в фольгу и в течение получаса при 100 градусах пропечь в духовке вот такие вот маленькие хитрости